Аппаратное совещание Ульяновская область может поделиться своим опытом с молодыми лидерами. Например, в сфере предпринимательства. В области начинает свою реализацию глобальный проект по обучениям правил ведения бизнеса школьников. Аналогов ему в стране пока нет. В целом, в учебном году мы обкатали этот проект на ребятах 10-11 классов. Начиная со следующего учебного года, мы обкатаем этот проект на ребятах с 5 по 9 класс включительно, ну и 10-11 естественно. И, конечно, для нас будет крайне важно сделать так, чтобы мы подготовили большое количество учителей к преподаванию этой очень уникальной дисциплины. На этом новшество не закончится. Председатель законодательного собрания Анатолий Бакаев предложил продлить предпринимательское обучение на всю жизнь. А глава общественной палаты Александр Чепухин высказался за привлечение к ведению бизнеса людей среднего и старшего возраста, которые переезжают из города в деревню. В ближайшее время все эти предложения будут детально рассмотрены. На аппаратном совещании обсуждался один из самых острых современных вопросов. Правительство России одобрило законопроект, согласно которому пенсионный возраст будет поэтапно повышаться с 1 июня 2019 года. В 2028 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины в 2034 году в 63 года. В обществе, вы знаете, возникло очень много вопросов, очень много дискуссий. У нас тоже, я могу сразу откровенно, честно сказать, у нас нет в руководстве Ульяновской области, вот сейчас мы с Анатолием Александровичем эту дискуссию проводили, в том числе, единой позиции. Правильно или неправильно? Значит, мы приняли решение создать рабочую группу, пригласить в эту рабочую группу не только чиновников регионального, но и федерального уровня. В состав рабочей группы войдут депутаты Государственной Думы и сенаторы, представляющие Ульяновскую область. Группа станет широкой дискуссионной площадкой, на которой будут взвешены все за и против проведения реформы. Мы должны подготовить честный, объективный доклад нашему президенту, федеральному собранию. Я призываю все сообщество Ульяновской области, кто бы на какой политической позиции не находился, вдумчиво, конструктивно внести предложение. От региональной исполнительной власти работу группы возглавит зампред правительства Павел Дегтярь. Первое заседание состоится уже на этой неделе. В скором времени пройдет и первое заседание рабочей группы, в задаче которой войдет решение вопроса по повышению цен на топливо. На совещании будут обсуждаться меры поддержки сельхозтоваропроизводителей и других групп населения. Привлек внимание глава области к поддержке семей в регионе. Губернатор остался недоволен сроками создания детского сада на бульваре Львовском. Он предназначается для детей с ограниченными возможностями здоровья. Я вспоминаю, что срок сдачи объекта строителями по контракту 1 июля 2018 года. Сегодня 18 июня. Судя по тому, что я так мельком глянул, там еще месяца два работать. И я хочу, так сказать, чтобы мы, Александр Александрович, выстроили очень жесткий контроль. Закончился 1 июля, пошли штрафные санкции. Губернатор также дал поручение запретить движение автотранспорта на эспланаде между Соборной площадью и площадью Ленина. С такими просьбами постоянно выступают жители города. Сделайте нормальные, так сказать, парковочные карманы и пусть ставят на Дмитрия, Ульянова, на других, так сказать, площадках. Губернатор поставил задачу подготовить проект управленческого решения уже к завтрашнему заседанию комиссии по безопасности дорожного движения. Егор Тстоф, Юрий Конихин, Новости дня, Ульяновская правда. Продолжение следует...